Акрас этот бывает в разных породах. Еще его называют сиамским. Но это не сиамские кошки. Посмотрите, какие у них толстые спинки, толстые круглые рожицы. Но относительно к сиамским. Это тайские кошки, причем чисто российского развития. У них остались окрашенными только ушки, мордочка, лапки и хвост. И они не белые. Если присмотреться, видно, что спинки у них тоже немножко прокрашены. А посмотрите, какой чудный цвет глаз. Интенсивно голубой. Еще говорят, как кобальтово-голубой. Ну, как кобальтовый фарфор, да? Иногда говорят фиалтового цвета глаза. Ну, какая фиалка? На каком солнце выросла? Но кошки чрезвычайно уютные. Очень породные. И, конечно, необычные уже своей породной истории. Если вы читали хоть немножко. Кто-то шахматами увлекался, кто-то еще чем-то. И у шахматистов наших царской России, у поэтов были такие животные. Такие вот тайцы. Алёхин даже на матче, он считал своего кота талисманом, ездил с ним на все матчи. В те годы это были кошки, подаренные Рамой Пятым, во время его приезда в царские, с визитом к царю. И эти кошки были очень ограниченно распространены в России, только среди верхнего сословия. Так вот, в дальнейшем они далеко не большие. Да и куда пойдешь, да? Одна революция, вторая революция, голод и все прочее. Потом война, в общем, долго их у нас не было. И появились кошки-окрасы такого коварпонь только после войны. Привез их после своих самых первых визитов в Таиланд до стролей Сергея Владимировича Братцов. Он, к тому же, кроме того, что это был великий артист, он был великим зон защиты. Он очень много писал в защиту самых простых домашних кошек. Его в то время известная статья была «Кому ты нужен? Кому же нужен этот Васька?» В защиту просто домашних кошек, которых изымали из домов, уничтожали. Я думаю, что в наше время мы уже перешли к более цивилизованным отношениям к домашнему личной кошке. Так вот, когда Братцов привез этих кошек, а кошки-то что? Они тут же плодиться начинают. Сначала в Москве раздаривались артистам, потом к близкому кругу знакомых, а потом они и до птички дошли. А потом они и в Питер попали, а потом они везде появились. Но только они отличались тем, что у них были крючки на хвостах. У кого-то были, у кого-то не были. А по правилам кошки могут участвовать в породном разведении только с абсолютно прямыми хвостами. Их пришлось отбирать среди той уличной популяции, которая у нас стала появляться. Ну, уличная популяция, а мы где живем? Мы на севере живем. Конечно, подарила нам подшерстучек. Ну, чуть-чуть. Надо сказать, что тайские кошки – это примерно повод для международного скандала. Потому что тайцы, они сейчас вступили в конфедерейшн, отстаивают свою точку зрения на эту породу, что она более легкая, совсем не подшерсткая. Ну, так ты не в Тавиланде. А вот наши вот такие крепкие, с хорошей мускулатурой, но все равно очень красивые, великолепные кошки. Спасибо. Мы всегда рады, когда к нам приходят с такими животными.